Друзья, привет! С вами Флог. Мы сегодня послушаем трек от песни Дианы Анкудиновой, «Коней привередливой», точнее, песня в её исполнении, песня Высоцкого. Я только что её послушал, напомнил себе. И, насколько я понимаю, эту песню Диана посвятила тому человеку, который, в принципе, привил ей вот эту вот любовь к музыке, привил ей любовь вообще, в принципе, к вокалу, к пению, ну, в целом, к музыке, да. И я всё ещё под впечатлением после последнего её выступления на шоу «Мазгон», вот эта вот песня в её исполнении, это просто супер. То есть, это просто супер. Это сколько раз я, да, сказал, что, блин, бурашки, мурашки, мурашки, и оказалось действительно, оказалось она, как вы говорите все это, королева мурашек, да. И я, блин, оказывается, такой не один. Оказывается, мы все вместе чувствуем, да, это как в первых секунд, в первых нот высоких появляется такое ощущение, как будто, блин, ну, блин, зима наступила, да. Но это большой талант. Большой талант довести человека до такого, собственно. И по своей натуре я миломан. Мне нравится всё, что мне нравится. Ну, вот как-то вот так вот, да. То есть, песня должна быть хорошая, неважно, какого она жанра. И в этом случае её можно слушать даже без понимания языка. Без понимания. То есть, иностранцы смотрят, да, её, и они чувствуют, что тут не нужно понимать ничего. Вот. И вот это видео посоветовали посмотреть. Набрало это видео довольно много лайков. Имеется в виду комментарий с этим, ну, с этим видео, да, кони привередливые. Мы сейчас послушаем в её исполнении. И вы, пожалуйста, в комментарии напишите, кто это видео посмотрит, какую песню стоит ещё послушать с её канала. Я так понимаю, скорее всего, это видео не заблокирует, поскольку это видео с её личного канала. Ну, будем надеяться. Если заблокирую, как-нибудь перекрой, там что-нибудь сделаю. Вот. Давайте послушаем, друзья. Всем приятного прослушивания, просмотра. Поехали. Фух. Поехали. Да, вот я нашёл для себя, как говорится, ещё одного человека, за которым можно следить. А вы нашли для себя ещё одного человека, за которым нужно следить. Ну, это я про себя, да, говорю? Блин, ну ладно, что сказал. Ну, поехали. Высоцкого. Хотя бы одну какую-нибудь. Так вот, я разучила песню кони привередливых. Мне интересно, интересно, что она будет, как она будет. Поэтому сейчас состоится первый раз вообще, когда я пою её в микрофон. Ой, темно, темно, темно. Кони привередливых. Темно. Интересно, интересно, как она сделает. Ну, понятно, что в своём, в своём образе. Началось. Началось. Она какая-то фантастическая. Она какая-то не от мира, всего серьёзного. У неё какой-то голос обладает какими-то вот свойствами, что сразу же, знаете, вот надрывает вот это вот. Сразу, хопа, мурашки полетели, блин. Мне это нравится чувство. Это очень хорошо. Оно ещё более драматично исполняет. Вы, тугую, не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались, привередливые и дожить не успеть. Не допеть, не успеть. Я к ней напою, я куплет допою. Я извиняюсь, что остановил. Я вот не знаю, я не смотрел шоу «Мозгон», не смотрел практически ни одно шоу, даже «Голос» не смотрел целиком. Я не знаю, как там говорят, но знаете, есть такое, что многие из жюри или просто люди говорят, вот здесь главное не упустить момент, чтобы ты попала к тому человеку, который, блин, с тобой сделает такое вот. Вот такое. То есть, если, понимаете, если ты как бы не попадёшь к этому человеку, тут как бы что с тобой будет в понимании, в понятии этого всего, зачем такое говорить, что вот здесь главное, чтобы ты попала к хорошему такому педагогу. Я считаю, что человек просто, ну сам исполнитель должен просто сам не останавливаться и делать. Потому что много таких вот шоу-песни были на ТНТ. Вы помните, хоть одного вы смотрели, кто-то из вас? Я смотрел оба сезона. Вот вы помните? Вы сейчас видите хоть кого-нибудь на плаву? Нет. Я скажу вам, кто на плаву не лето из первого сезона песни. Почему? Потому что он не остановился и начал дальше делать. Вот и всё. То есть, тут не должно быть такого. Вот лишь бы ты попала к хорошему. Ну и что там? К Фадееву половина попадали, и что они с ними сделали? Да ничего. Ну и что, распустил всех. От тебя всё зависит. Ты должен это как бы вот доносить и не останавливаться. Она молодец. У неё канал Витя свой есть. Она каждый раз туда публикует. Практически миллион скоро будет на канале. Это же не надо так. Вы поняли, да, суть? Хоть немного, ещё потом. Блин, она очень драматично исполняет. Вы извините, что я останавливаю, но она исполняет драматичнее, чем Высоцкий сам. Да, я тут буквально пару минут назад этот трек слушал, эту песню. Я извиняюсь, что говорю трек, да, у меня привычка просто. Вот. И в этом видео пока ни разу я не сказал слово блин. Да, есть у меня такая блинная вот эта вот. Есть у меня такое, да, паразитная. Да, постою на краю. Сгиняя меня пушинкой, ураган сметёт с ладони. И в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый. Ой, перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони. Круто. Молодец, круто. Но продлите. Я не знаю, у меня от её исполнения просто слёзы наворачиваются. Ой, да привередливые, это жить, не успеть, не допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного ещё допустим на краю. Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик, весь зашёлся от рыданий? Или я кричу коня, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушаете плеть. Ну что, на коне мне попались? Ой, да привередливые. И дожить не успеть, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного ещё, да постою на краю. Это очень трогательное исполнение. Я говорю, здесь эмоциональнее получилось, чем у Высоцкого. Высоцкий – это Высоцкий, да? Но, блин, как спела Диана, я не знаю, шикарно. Я серьёзно говорю, знаете, такое, ну, блин, здесь слёзы наворачиваются на это исполнение. Это просто нереально. Честно сказать, и педагог, и вообще, в принципе, моё окружение всё говорило, что я не справлюсь, и что я ещё не доросла до этой песни. Ну, Высоцкий, да, Высоцкий – это такой уровень. Я надеюсь, что моя интерпретация всё-таки хорошо дошла до вас. И я смогла исполнить эту, на самом деле, очень сложную для меня композицию. Это нереально. Высоцкого спеть – это, да, а причём спеть это на таком уровне – это просто выше всяких похвалов. Это очень круто. Ну, вы видели, в принципе, да, всё в каких-то моментах. То есть здесь что-то говорить, я так думаю, излишне. Просто это что-то невообразимое. Это действительно можно как-то интерпретировать как с каким-то посланием небесным, не знаю, ангельским пением и так далее. Хотя здесь, может быть, в этой работе нет, в этой работе нет. Это просто очень хороший кавер, но он получился гораздо эмоциональней, чем в оригинале. Ну, потому что задумки, скорее всего, другие были. Да и причём Диана чуть-чуть в конце слезу пустила. Да, она говорила в одном из своих интервью, что она эту песню посвящает человеку, который привёл её, как бы привил ей любовь к музыке. Поэтому маленько вот эти вот, наверное, трогательные моменты в конце, они как раз появились. То есть, может быть, она как раз и вспомнила этого человека, которого уже нет на этом свете. Тем не менее, очень понравилось это исполнение. Друзья, вы, пожалуйста, в комментарии напишите, как обычно, да, и напишите, может быть, какие треки ещё послушать. Насколько я понимаю, сегодня у нас второе октября, сегодня суббота, и сегодня должен быть ещё очередной выпуск шоу Мазгон, да, и там, опять же, будет выступление, и мы будем смотреть. Либо завтра, либо послезавтра, опять же, на канале это будет. Друзья, всем спасибо. Это видео с этим комментарием, да, с этим названием этого, этой песни, оно набрало больше всего лайков. Так что, друзья, пожалуйста, то же самое делайте, пишите в комментариях к этому видео, какой трек, какую песню от Дианы послушать, да, не обязательно каверы. Ну, с её канала давайте, да, посмотрим, если что. Вот, и также лайкайте, комментарий, который наберёт больше лайков, обязательно также мы с вами будем смотреть и слушать. Друзья, большое спасибо, большое спасибо за первый комментарий. Я не помню уже, как этого человека зовут, как он записан, который мне написал вообще про Диану, да, поскольку это для меня стало таким величайшим открытием, наверное, как когда-то это был кей-поп, BTS и так далее. Вот. Ладно, друзья, как вы все понимаете, у музыки нет никакого-то там, имеется в виду, у музыки нет пола, у музыки нет каких-то расовых, да, гендерных вот этих вот всего. Нету, музыка, она единая для всех, у музыки нет языков. То есть, если ты язык не понимаешь, ты должен донести до слушателя каким-то другим способом, чтобы он это всё понял дело, в принципе. Вот. И в её исполнении это всегда прослеживается. Хотя я не так много слушал её, но, тем не менее, от её исполнения, блин, рыдать охота, если честно. Да. Ну, ладно, друзья, всем спасибо. Пока. Пока. Пока.